Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели! Меня зовут Ирина Искович. Сегодня 15 января 2018 года, 0 часов 12 минут. Продолжается рубрика «Путешествие сознания» или «Осознание через сердце». Конец эпохи, начало нового иера. Сегодня 12-я часть, в 11-й части была посвящена полностью о том, что человек создает своими вибрациями свою реальность. Хотелось бы продолжить и с разных сторон, многогранно посмотреть на основную тему, на то, откуда мы идем, куда мы идем, почему мы идем. И на различных примерах, обсуждая это, говорить, почему так вкладывается, почему так происходит, попробуем вместе порассуждать на основные жизненные вопросы. Итак, немножечко из личной жизни у Галины Борисовны Шереметьевой. Был день рождения, 5 января, и у замечательного человека, Андрея Селиньеву, был день рождения, 6 января. Два человека, с которыми, соприкасаясь, чувствуешь определенный уровень сознания, знания и действия. Очень рада, что в этом коту, они живы, здоровы, отпразднованы свой день рождения. Еще раз хотелось бы поздравить этих замечательных людей, встретившихся на пути с таким замечательным событием. Посмотрев целый комплекс некоторых фильмов современных, осознав, что сейчас необыкновенный просто, необыкновенный расцвет видео, аудио, фильмов, материалов, ютуберов просто сплошь и рядом. Все чирикает, все, 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 все. Трепещет, хочет раскрыться, все, что-то хочет донести. Открытки, цитаты, мастера и с этим бесконечным трепетанием окружающей среды тает истинная, истинная красота и тает то, что раньше было ценно одно слово. Возникает такой поток бесконечности, бесконечности мотора работающего. При том, что телевидение все больше и больше не успевает за всем этим. И просто теряет привлекательность. Ту привлекательность, которая когда-то имела единственность, неповторимость и влияние. Все меньше и меньше оказывает влияние и, в принципе, замечательно. Итак, к чему бы хотелось вернуться? Одна из тем, которые периодически человек подымает и хочет осмыслить, это тема пути и продолжение пути. Большая тема – рождение, наша жизнь и уход из нее. Что же было до рождения? Почему проходит именно так наша жизнь? Что в ней мы успеваем сделать? Что мы в ней хотели бы сделать? Почему удается одно, другое, третье и, в конечном счете, уход из тела, уход из жизни, беспокока, куда и почему-то. Это глубочайшая тема, когда человек начинает не то, что задумывается, а, как сказал герой из фильма «Счастливчик», мне страшно, мне страшно осознать даже это, что я нахожусь в потоке, что у меня есть и время, и без времени, и момент осознания того, что тело и твоя жизнь имеют ограничения, что кто-то уходит из этой реальности, так и не осознав ее, кто-то пытается осмыслить, кто-то живет в отнеслении. В чем же разница между всеми этими людьми и почему она возникает? Получая первичный импульс от родителей, от своего духа, воплощаясь в жизнь, такое первичное состояние, мы получаем фазу и наши звездочки. Фаза, фаза. Которая бесконечное число раз способна прокручиваться и повторяться, пока эта фаза не приобретает период. Период. И происходит такой небольшой экзамен. Переход. Формирование нового периода. Все эти фазы влияют друг на друга, все эти периоды влияют друг на друга. Все совокупности взаимосвязаны. Некоторым из нас остался небольшой совершенно импульс энергетический. И такие люди получили совсем немного энергии для того, чтобы на минимальном уровне пройти этот путь. просто научиться следить за своим телом, быть добрым, научиться себя обеспечивать, научиться просто жить в минимальном заряде. Такой импульс достался, потому что возможно душа еще совсем не иметь опыта и находится как ребенок в стадии развития, первичной стадии. Кто-то из нас получил импульс чуть позже. И этой энергии уже хватает на то, чтобы немножечко начать задумываться. То есть не только иметь выстраивать свой пультао, но и немножко осмыслять этот путь, чтобы это вы можете. Кто я такой? Зачем я такой? Почему я такой? И этот человек уже чуть больше способен раскрыть понимание своего Тао, жизненного пути, настроить связи и так далее. Устроить свою душу на раскрытие. И мы придем к тому, что есть люди более высокой категории, не высоко, а более импульсной категории, которые, казалось бы, дана энергия мощная, но никак не управляемая. И это мощная энергия, как огромный конус, который трудом здесь приживается, которая с трудом здесь трансформируется и в которых огромные задачи. Задачи для своего духа, для своего проживания. И эти задачи могут совершенно отличаться от тех задач, которые стоят перед другими людьми и другими людьми. И их жизнь будет напоминать уже больше исключений из правил, нежели стандартный набор вилок и ложек. Для их жизни уже сложился тот момент, когда они могут вспомнить, кто они такие, откуда пришли, зачем они пришли в эту жизнь, куда потом уйдут, с кем в этой жизни связаны, кого из людей встречают уже не первый раз. И им открыты совершенно другие знания и понимания, что такое сознание, что такое этот мир. Они видят через свой опыт жизненный, через проломление своей души и через ту картину мира, которая для них открылась в момент воплощения через их дух. Вот так примерно мы все сплетаемся в общий поток временной и помогаем друг другу. Самое главное в создании этой реальности – это осознание того бинарного кода Вселенной, что может меняться. Это осознание внутренней тишины, выбора. Это направленность души к закону жизни. Даже через оставление, через оставление, то есть освобождение, но к закону жизни. Это стремление к истинному, то, что есть в сердце. Момент – это протекание энергии. Момент, когда вы делаете выбор. Тот момент, где ваш выбор постоянно в сторону истины. Тогда, проходя многочисленные экзамены, когда имея хороший потенциал, вы его наращиваете. Тогда жизнь приобретает и тишину, и красоту, и гармонию, и неповторимость истины во всем. Тогда открываются нити, которые не видно за ограничением взора внутреннего. Нити не на уровне намека или на уровне неиспечности, а нити, рабочей связи и расширения. Бесконечное расширение пространства, времени, сознания и управления всем этим. Тогда открывается новая энергия взаимоотношений. Это чувствуешь душой. Нет спешки. Нет того, что ты закрыт. Нет неблагодарности. Нет мое твое. Нет отрицания. Есть принятие. Благодарность. Любовь. Тишина. Творение. Свет, гармония. Улыбка. Текучесть. Неповторимость. Осознанность. Готовность. Целостность. Радость. Уверенность. И все это в комплексе начинает быть реальностью. То реальностью драгоценной. Драгоценной. Где хаос это элемент спонтанности. Где то, что ты считаешь богом, потом вспоминается с радостью и бесценностью. где трансформация происходит незаметно. Но появляется слой тишины между внешним и внутренним. И этот слой тишины дает возможность на такую паузу бесконечную, в который не проникает. А если и проникает, то потом удивляешься, почему проникло что-то такое необычное. У меня проникает уже вся суета. Неразумность, глупость. Все видится иначе. Сначала ученик бежит. Хватается за знаниями. Отдает авторитет. Может быть самоуверен в этом глупо. Но он бежит. Он полон уверенности, что будет жить вечно. И что у него все получится. Затем он начинает понимать, что время уходит. И он не такой гениальный. Но у него еще есть желание. Но уже позиции не терпят. И все равно отдает энергию ни туда, ни перед на себя. Свою энергию. И только тогда, когда яблотка целая. И наконец-то ты, ученик и учитель, внутри себя ты сформирован. И все. Нет жажды, испугав. Уравновешенно. Не испугался, что родился. И нет жажды схватить, чтобы спастись. Ты стал уравновешен, твой шаг уравновешен. Но ты во внутреннем выборе истины. И с одной стороны оно свободно обращается, а с другой стороны создаёт гармонию. И свободно, и структурировано, и гармонично. И принимаешь, и впускаешь, и отпускаешь, и проточник. И это божественно, когда пришёл к этому. К свободе протекания энергии. К той точке, где ты плечен. С наступившим вас 2018 годом, со всеми праздниками и старым Новым годом. Всех вам благ, здоровья, улыбки и счастья. Доставку успеха. Реализации творчества. И до новых чудесных встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok